В Центр доверия к детям с развлекательной программы приехали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области. Атмосфера праздника появилась ещё в автобусе, на котором приехали гости. Стёкла украшены мишурой и гирляндами, а самое главное – плакат, нарисованный своими руками. «Караван добра» – так называется благотворительная акция, в рамках которой Центр доверия получил поддержку. Решили в этом году именно провести данную акцию с участием членов общественно-наблюдательной комиссии, сотрудников аппарата управления УКСРПЛИОНСКОГО области. И оказать именно такую благотворительную помощь, подарив детям в данный день праздник с подарками, сладостями. Подарок детям подготовили и осуждённые колонии. Руками заключённых была сделана икона Божьей Матери. Её светили в храме при втором подразделении. Батюшка, к сожалению, приехать не смог, но с наилучшими пожеланиями передал данную икону детскому дому. Она будет, икона Божьей Матери, будет теперь здесь на постоянном хранении. Она будет символом того, что детишки тоже защищены не только нами, но и Богом. Под опекой сотрудников УФСИН по Ульяновской области находится не только центр доверия, но и ряд других учреждений. Совместно с заключёнными уфсиновцы радуют детей, чем могут. Очень много делают поделка силами осуждённых женщин. Например, у нас и в Димитровграде, и в Ульяновске, в колониях поселениях отбывают наказания женщин, которые делают различные игрушки. И также мы передаём в детские дома. То есть это как бы не раз в акции, это постоянная полномерная работа. Вместе с воспитателями ребята нарядили пышную ель в актовом зале. Ограниченные возможности здоровья не помеха детям быть счастливыми. Снегурочка Дед Мороз и его помощницы мышки радовали ребятишек конкурсами, танцами, загадками. Для дедушки дети подготовили стихотворение. Ни дефект речи, ни волнений не помешали воспитанникам выступить перед долгожданным гостем. У дверей оставь мешок, вот конфеты и пирог. А теперь задам вопрос, ты котёнка мне принёс? Выступать перед публикой всегда волнительно. Представители, казалось бы, такой строгой профессии не один день готовились к дебюту. Репетировали сценарий, продумывали каждую деталь. Всё ради главного – искренней детской улыбки. Праздник для детей устраивать – это всегда искренняя радость. Особенно для детей, у которых чего-то не хватает в жизни. Вот именно поэтому мы очень старались, когда готовились к данному мероприятию. Это очень волнительный момент. Мы очень старались, долго репетировали. Меня переполняет вообще эмоция. Я первый раз участвую в таком мероприятии. Очень волнительно. В ответ на оказанную помощь от лица всего центра сотрудникам УФСИН в торжественной обстановке подарили благодарственные письма. Сему вашему коллективу за такой прекрасный праздник. Детки поедут домой и дома своим родителям. Расскажут, такой праздник мы и подготовили. На будущее у сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний много планов. Например, сделать благотворительную акцию ежегодной. Радовать детишек не только в канун Нового года. Александра Никитина, Даниил Сурков. Новости Управда ТВ.